Сегодня в Ухте с рабочим визитом побывал спикер госсовета КОМИ Игорь Ковзель. Первую половину дня он посвятил осмотру стройплощадок для переселенцев из ветхого жилья. Светлана Некрасова сообщает подробности. На этой стройплощадке так называемый нулевой цикл пройден. Фундамент дома полностью готов. Возводят его в рамках второго этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В строении по соседству почти готов третий этаж. Игорь Ковзель интересуется, что с коммуникациями. Ухтинские чиновники отвечают, определенные сложности были, но при помощи регионального правительства их удалось разрешить. В планах подключить когда октябрь будет? На отделку уже? Я надеюсь. Или в осенью будет, как всегда? Нет, я думаю, мы заведемся к окончанию отопительного сезона. То есть, чтобы на земляные работы, хотя земля немного отошла, выйти, не колотить мерзлую землю. Вот, мая-июнь, я думаю. В поселке Шудаяк Игорь Ковзель посетил еще две стройки. Спикер госсовета попросил еженедельно предоставлять ему фотоотчеты о ходе работ. Вот, реализация программы по переселению на особом контроле правительства. Сроки ее реализации и без того уже затянулись. Так возводить дома подрядчики начали в декабре. Должны были на четыре месяца раньше, в августе. Мы зашли в эту программу и очень, к сожалению, с многими столкнулись с проблемами на местах. Это выделение земельных участков, подготовка земельных участков, технологические подключения, проведение конкурсов. Поэтому фактически по всем районам идет отставание. И Ухта здесь она, скажем так, не выделяется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Главное не сбавлять нынешних темпов строительства, отметил Игорь Ковзель, чтобы в заявленные сроки, к концу лета, переселенцы уже начали вселяться в свои квартиры. Вторую половину дня главный единоросс коми посвятил партийной работе. Главный вопрос – проведение предварительного голосования. Для участия в нем в Ухте заявилось почти 200 человек, 182 кандидата в городской и 17 в государственный совет. Сама процедура намечена на 24 мая.